Коллеги, всех приветствую! Меня зовут Юлия Куликова, и я эксперт по выкупу имущества с государственных торгов. Сегодня мы с вами поговорим о том, как пользоваться новой платформой торги GoFru. Кликаем по сайту торги GoFru и нас перебрасывает на новую платформу GIS-торги. Это одно и то же. Нам предлагают две версии. Новая версия и старая версия сайта. Мы выбираем только новую версию сайта. Кликаем по ней. Далее. Нам пишут, приветствуем вас в GIS-торги. Для проведения торгов необходима регистрация и аккредитация. Нам, как обычным покупателям, регистрация и аккредитация здесь не нужна. Нас интересует раздел торги. Кликаем по торги. И здесь нам предлагают либо выбрать категорию имущества, да, и в данном случае что мы хотим выбрать? Транспорт, недвижимость, земельные участки, да, то есть вот это самое популярное, что мы можем выбрать. Либо мы можем выбрать все категории. Вот спускаемся немножко вниз. Кликаем по торгам. Платформа работает очень плохо, но тем не менее, как есть. Вот нажимаем все категории. Если мы нажмем все категории, в этом случае у нас покажет все то, что вот я показывала выше, то есть недвижимость, транспорт, акции, доли. Либо мы можем выбрать конкретно уже вид торгов. Вид торгов это то, на основании какого закона реализуется. Какие у нас бывают виды торгов? Это аренда и продажа земельных участков. Это аренда безвозмездное пользование. Это продажа имущества. Это реализация обращенного в собственность имущества. То есть, если вы хотите выбрать, например, автомобиль, автомобиль максимально безопасный, то в этом случае мы нажимаем все категории. И нас перебрасывает на новую платформу, то есть на новый поисковик. Что нам необходимо сделать? Во-первых, выбрать субъект, где вы находитесь, то есть либо там, где вы хотите купить имущество. Кликаете по нему. Дальше, что вы выбираете? Ну, пускай будет Московская область, то есть там, где вы работаете или будете работать, будете выкупать. Нажимаете Московская область. Дальше, вид торгов. Вид торгов, если вы хотите приобрести что-то в собственность, не взять в аренду, а именно купить, то в этом случае нажимаете продажа государственного имущества. По-другому называется приватизация. Нажимаете продажа государственного имущества. Дальше, спускаетесь немножко вниз. Здесь у вас есть форма проведения. Здесь вы ничего не выбираете, то есть просто идете вниз. Далее, параметры лота. Нас интересует статус. Опубликован и прием заявок. То есть это то, что мы с вами можем увидеть актуальное на текущий момент. Спускаемся немножко вниз. Как мы видим, нас перебрасывают. И вот здесь у нас есть категории. Категории выбираем в данном случае транспорт. Но если это недвижимость, то недвижимость. И дальше нам предлагают выбрать автомобили и мототехника, спецтехника и иной транспорт. Я выбираю автомобили и мототехника. И нам показывают все то, что у нас есть на текущий момент именно в этом регионе. Вот видим продажи автомобиля, транспортное средство. То есть вот то, что есть у нас на текущий момент. К примеру, меня заинтересовал вот этот автомобиль. Кликаю по нему. Кликаю по нему. И меня перебросит в карточку лота. Карточку лота это то, где я могу посмотреть больше информации о торгах. То есть здесь что я увижу? Электронно-торговую площадку, на которой реализуется имущество. Здесь я вижу начальную цену, шаг аукциона. Увижу дату начала и окончания приема заявок. Дата, когда будут проведены торги. Дальше. Я увижу здесь размер задатка. Реквизиты для перечисления задатка. То есть все это будет у меня здесь прописано. И какие-либо характеристики. То есть это номер, это дата регистрации, год выпуска, ВИН-номер. То есть это все то, что нам необходимо для работы. Еще больше информации мы можем найти в документах и сведениях. Кликаем по нему. И вот здесь у нас есть еще дополнительный ПТС, постановление, отчеты. Это то, что вы можете скачать и посмотреть. Это то, что находится в свободном доступе. Я надеюсь, данное видео будет вам полезным. И если вы захотите в дальнейшем приобрести для себя земельный участок, автомобиль, недвижимость и так далее, то это видео будет служить вам как пособие. Всем хороших выходных. Всем пока-пока.